С нами на связи Александр Старов, глава Запорожской областной военной администрации. Здравствуйте. 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 На Запорожском направлении враг на отдельных участках создает более мощную группировку, чем это нужно для обороны. Об этом сообщили накануне в пресс-центре сил обороны Таврического направления. Что сейчас происходит на линии фронта? Какие есть последние новости? Линия фронта неизменна по своим основным характеристикам и параметрам. С марта месяца, но действительно на некоторых направлениях увеличивают количество мобилизированных, увеличивают количество из Вагнер-группы, заключенных фактически, потому что в плен попадают, наши ребята берут в пленных и понятно, кто это воюет. Это количество этих людей увеличивается. По силам и средствам, если говорить, то количество средств незначительно увеличивается. Ну, мы понимаем, что враг может погнать в наступление и безоружных фактически только стрелковым вооружением вооруженных вот этих вот пушечное мясо, которое они концентрируют, в том числе и на нашем направлении. Но пока относительно того, что происходит на Донбассе, в Солидарии и в Бахмуте, у нас, можно сказать, более-менее спокойная обстановка, хотя за последние сутки обстрелы снова участились. И сегодня снова Орехов обстреляны. И почти 100 обстрелов за последние сутки произошло, хотя 31-го было чуть поменьше. Ну, и каждодневные атаки дронами происходят в регионе. Российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пиатковский уверен, что в 2023 году, вот сейчас, в этом году, будет главное военное сражение. И судьба этой войны будет решаться под Мелитополем. Согласны ли вы с таким утверждением? Ну, дай Боже, чтобы это было. Ну, пока сейчас главное идет на Донбассе все события. И там очень жестко, в Бахмуте жестко, насколько мы знаем. И у нас на Востоке области более активные действия на границе с Донецкой областью непосредственно. Курахово, Авдеевка, Солидар – это то, где наиболее активные действия. У нас артиллерийские дуэли. Ну, по Мелитополе, это будет или не Мелитополе, это время покажет. Стратегическая расстановка сил. Я думаю, наши генералы уже научились воевать. Это показывает результаты на Харьковщине, на Херсонщине. То, соответственно, они выберут, куда бить и как. Бить для того, чтобы минимизировать потери с нашей стороны и добиться наибольшего эффекта. Хотелось бы, чтобы освободили. Мы сумели освободить все вместе усилия, приложить. И западные государства, наши партнеры нам дали необходимое количество средств, соответствующей тяжелой техники и боезапасов, чтобы можно было быстро и как можно более эффективно освободить. Потому что каждый день это сложности, которые возникают на оккупированных территориях. Это давление на людей, это коллаборация, это взятие их заложники. И это новые жертвы среди мирного населения. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что российские войска начали строить оборонительные укрепления в районе оккупированной Розовки Запорожской области. Как вы полагаете, о чем это может говорить? Ну, во-первых, они строят укрепления с весны, прошлого года уже можем говорить. Они просто дальше усиливают, да, линии обороны новые создают, нарывают зоноопорные пункты, укрепления бетонные и другого характера устанавливают. Соответственно, здесь они там наиболее тонкая, да, побережье, точка, наверное, это Волноваха, Мариуполь, да, поэтому ясно, что они укрепляются дальше. Это говорит о том, что они делают глубокую эшелонированную оборону, дальше продолжая делать, чтобы удерживать рубежи от возможных атак вооруженных сил Украины. Вот мы уже сегодня в разговоре упомянули Мелитополь, а, собственно, что вот там происходит, в Мелитополе, в Мелитопольском районе, закончил ли там враг вот укреплять город и рубежи, что там происходит? Ну, смотрите, этому же делу нет предела. Мы тоже укрепляемся, они делают то же самое. У нас такая позиционная война на нашем участке фронта, а-ля Первая мировая война. Ну, если вот взять где-то, где-то война идет 21 века, ракеты летают, их сбивают, дроны их там ракетами другими сбивают. Где-то там война как во Вторую мировую шла там на Донецком направлении, где атакуют большими группами при помощи артиллерии, танков и так далее. А у нас фактически Первая мировая война, это окопная война, сотни километров окопов нарыты, укреплений и артиллерийские дуэли идут постоянно. И артиллерийские обстрелы из ракеты РСЗВ, и ракетные обстрелы, авиационные. Вчера довольно-таки активные авиационные обстрелы были, вследствие которых и мирное население пострадало. Тогда погиб один человек в Орехове и три ранена. Поэтому тут разные, три типа войны разных абсолютно идет. Я думаю, когда накоплятся силы и средства у наших вооруженных сил, то война 21 века всегда победит войну Первую мировую, войну начала 20 века, это понятно. Ну, из информации, что строительные работы на трассе М-18, Мелитополь, Джанкой ведутся практически круглые сутки. Вот это и есть он тот самый сухопутный коридор в Крым, как вы считаете? Ну, если взять их идеи 2021 года, перед войной, то у них основная идея была, ну, ясно, что всю Украину, это только столицу взяв, можно достичь, было оккупировать или поработить, или правительство поменять. А из таких идей минимальная программа минимум, это захват Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганских областей, полностью, в том числе и для обеспечения сухопутного коридора в Крым. Хотя, ну, это такой условный коридор, потому что, вы же знаете, что наши вооруженные силы при тех свидетельствах, которые есть, уже достают до точек логистики. И железная дорога не работает уже в нужном объеме, соответственно. Ну, и я уверен, пусть строят дорогу, молодцы. Потом мы ей будем пользоваться. Попасть на оккупированную территорию Запорожской области стало почти невозможно. С 15 декабря этого года и, как минимум, до 15 января 2023 года, вот, в Васильевке действуют ужесточенные ограничения на въезды. Ну, попасть на захваченные территории можно только по спецпропускам, которые будут в каком-то там частном порядке выдаваться по решению некой комиссии. Чем оккупанты объясняют вот такие драконовские методы? Смотрите, не работает и это уже. Эти, типа, якобы запрошенные, они как бы выстраивают модель а-ля там государство отдельное, и вот там пограничный контрольный пропускной пункт, как и на любой точке там в Российской недофедерации. Но и это не работает. Последние недели людей не выпускают. Как они говорят, до 15 января, мы думаем, что и дальше людям не дадут возможность выехать. Это такая попытка сломать людей окончательно, чтобы показать им, что выхода нет. Спастись они не могут, поэтому нужно, типа, переходить уже на те модели, которые предполагает оккупационная власть. То есть это не под праздники все это делалось, да? Нет, это не под праздники делалось. Это делалось в середине декабря. Это праздники какие-то используются просто как повод для того, чтобы закрутить гайки и решить какие-то свои стратегические задачи. А вот накануне Нового года была информация, что на оккупированных территориях Запорожской области, вот в Энергодаре, Мелитополе, в Бердянске, россияне могут устроить провокации во время таких массовых каких-то новогодних гуляний. Вот об этом сообщал боец Легиона Свободы. Что сегодня известно об этом? Они ввели Майданский час там на все время новогодних праздников, никого никуда не выпускали, поэтому там и провокацию тяжело было провести. Они ограничили движение людей для того, чтобы свои алкаши эти им голову не морочили. Ну и наше мирное население, соответственно, ограничить в передвижениях, минимизировать в любом случае, когда люди на улице. Это требует дополнительные средства и силы для того, чтобы порядок поддерживать. Соответственно, они решили тоже подрасслабиться, видимо. С этим и связано, что позавчера меньше обстрелов было. Наверное, решили отдохнуть, ребята. Запорожская АЭС в оккупированном Энергодаре потеряла связь с последней работающей резервной линией электропередачи. Это было вечером 29 декабря из-за повреждений, вызванных обстрелом правого берега Днепра. Как это повлияет на безопасность станции? Это происходит регулярно. Сказать, что это там что-то особенное уже с августа месяца, после того, как станция стоит полностью, все шесть блоков стоят, и обеспечивается безопасность за счет получения электроэнергии по единственной линии, которая объединяет нашу энергосистему с нашей атомной станцией. Эти 130 мегаватт, которые позволяют охлаждать неработающие реакторы и поддерживать их безопасность. Это происходит регулярно. Уже научились, включают генераторы. На каждом блоке по три генератора, соответствующие мощности 1,7 мегаватт. И они поддерживают выработку электроэнергии на нужном уровне, чтобы обеспечить охлаждение активной зоны реакторов. Это ситуация, которая повторяется раз из разу. И, к сожалению, нужно сказать, мы с вами месяц назад обсуждали, когда там были все-таки надежды большие о том, чтобы к концу года оккупант увидит тяжелое вооружение, и какие-то гарантии давали со стороны международных организаций и государств. Ну, соответственно, мы видим уже 2 января, а ВОЗыны не там, к сожалению. 2022 год, вот он навсегда изменил жизнь украинцев. Запорожская область, она была в числе тех регионов, чьи города и села захватили в первые дни войны практически. Какое количество населенных пунктов находится в оккупации? Сколько людей там осталось? Сколько выехало? В оккупации у нас 2 трети громад. Фактически. Из 67-51 полностью 54 оккупированы центры их. А осталось там, мы оценочно можем судить, сколько было до 600 тысяч человек, более 200 тысяч человек выехало. Поэтому где-то 350-400-1000 человек там еще остается. Соответственно, на той территории при общем населении области в миллион 650 тысяч, ну, 25% населения, приблизительно от всего числа людей, живущих. По территории, это, конечно, большая часть, это 2 трети, плюс еще территории, где ведутся боевые действия. Значительная часть области оккупирована, равнинная территория. В первый день эти огромные армады по полторы тысячи боевой техники, танков, бронетранспортеров продвигались с огромной скоростью. В первый же день уже Мелитополь был. Под Мелитополем были в 4 часа, ведь после обеда эти полчища несметные. Но, тем не менее, люди выехали многие, другие люди, большинство людей держатся в оккупации. Значительная часть в Европу поехала, в другие регионы Украины. Ну, в общем, на оккупированной территории, конечно, ситуация сложная. И Запорожская область попала в такую же ситуацию, как когда-то Донбасс, Луганская и Донецкая области, Херсонщина. Сейчас вместе с нами, когда война, у нас 24 февраля без остановки идет уже 313 дней. И мы фактически, да, мы год уже, не знаю, мерять. Раньше меряли с 1 января и с 1 сентября, когда дети идут в школу. Сейчас уже, наверное, будем мерять с 24 февраля. Надеемся, что ситуация рано или поздно удержится, когда на Донбассе наши войска, и стратегическая инициатива окончательно перейдет на нашу сторону, тогда уже и наступит время освобождения территории нашего. Мы говорили о том, что враг не выпускает людей из этих оккупированных областей на территорию Украины, в которой нет врага. Вот какая гуманитарная ситуация в оккупации у людей? Чем они живут? Как они живут там? Есть ли такая у вас информация? В разных, смотрите, нет одной истории для Энергодара и для Бердянска, для Полог и для Мелитополя. В Пологе, например, там военные действия идут постоянно, там большая часть города разрушена, 90% почти населения выехало, его нет на месте. Там в Энергодаре другая ситуация, мы ее уже описывали, плюс давление, плюс постоянно опасность ядерной аварии. В Васильевске третья, там тоже ближе к Пологам постоянно идут боевые действия. Ну, в Мелитополе, в Бердянске там оккупационная власть, соответственно, еще иная ситуация. Людей пытаются заставить коллаборировать, и учителей, и медиков, и все остальные службы, соответственно, пытаются купить их. С одной стороны, давят тем, что ребенок не ходит в школу, штраф налагают там 40 тысяч рублей по территориям, с другой стороны, предлагают там за 100 тысяч рублей зарплаты. Сейчас новая волна с 1 января пытаются вытеснить полностью национальную валюту, гривну с оборота, запрещая продавать товары и вводя полностью рубль. Оккупант продолжает давление на людей, чтобы заставить их коллаборировать, и, соответственно, люди, в зависимости от их позиции, находятся в разной ситуации. Те, кто активно выступает против их, берут заложники, их уже практически 600 таких случаев только подтвержденных, 200-30 человек до сих пор на подвалах сидит. Соответственно, есть часть коллаборантов, слава богу, небольшая часть коллаборантов. Ну и есть люди, которые пытаются выжить, минимизируя контакты с оккупационной властью. И так как это все-таки сельскохозяйственная территория у нас, это большая часть именно аграрного, аграрное население, то они живут больше натуральным хозяйством, пытаются выжить таким образом. Александр, вот если говорить о потерях, да, можно хотя бы примерно сегодня подсчитать, сколько мирных людей погибло, сколько получили ранения? Ну, речь идет о сотнях погибших и почти о тысячах раненых. 14 детей у нас погибло, 71 ребенок раненых в целом. Точные цифры я вам не могу сказать. Точнее, ну, я их знаю приблизительно, но сказать не могу. Потому что они все равно будут неточными. У нас больше тысячи людей пропало без вести, особенно на оккупированных территориях. Я говорю только о мирном населении. Это ведется статистика в Министерстве внутренних дел, соответственно. Но мы параллельно тоже ее ведем. Поэтому любые цифры, которые мы сегодня назовем, не понимая ситуации на оккупированной части, они не будут соответствовать действительности и будут серьезно занижать потери мирного населения. А какой ущерб? В любом случае, эти цифры большие. Но эти люди должны были жить и жить, особенно дети. И ничего не должно было мешать их развитию, будущему. Но, к сожалению, его пришел оккупант и забрал это будущее. Вот если говорить об ущербе региону, обстрелами российскими, вот сколько уничтоженных школ, больниц, детских садов, учреждений культуры, предприятий, сколько, может быть, жилых домов повреждено? У нас столько обликованных, да, то, что посчитали. У нас более 6 тысяч объектов. Если прообразование, это 150 объектов. Но, опять же, то, что на неоккупированной территории у нас на 100% описано, понятно, что, где и сколько разрушено, и примерный объем необходимого восстановления, то, понятное дело, что в зоне ведения боевых действий и на территории оккупированной сегодня сделать анализ полный практически невозможно. Мы по аналогии видели, там, Киевщина-Черниговщина, когда было 3-4 тысячи, и в итоге это выросло в 5-7 раз, это количество. Где-то у нас, наверное, как минимум будут такие же итоги, потому что у нас боевые действия не месяц ведутся, а уже фактически 10 месяцев, то разрушение колоссальное. Если учитывать, что у нас огромный экономический потенциал в области, мы одни из промышленных лидеров страны, и остановлена работа и Запорожского железнорудного кабинета, и самой большой в Европе атомной станции, тепловой станции, Бородянского порта, 4 миллиона тонн зерна производилось на территории оккупированной. И так можно продолжать. Экономический ущерб колоссальный. Если считать еще и упущенную угоду, если еще считать все-таки жизни людей, которые бесценны, то это огромная сумма, и в определенных вопросах именно в жизни людей она невосполнима. Скажите, вот весь этот страшный год, мы видели, как Запорожье принимало и автобусы, и машины с нашими беженцами. Как люди из Мариуполя приезжали, и люди получали и горячее питание, и медицинскую помощь, получали и крышу над головой. Вот какое количество вынужденных переселенцев приняло Запорожье? Прошло всего у нас по эвакуационным, организованным эвакуационным мероприятиям более 500 тысяч человек. С оккупированных территорий непосредственно около 300 тысяч человек выехало и прошло через Запорожье, как через ворота, соответственно, большая часть поехала дальше. Но это огромная работа, которой все учились с колес практически. И тут я скажу, что наше население, не население, вообще неправильное слово, наш народ, наши люди, наши граждане, сограждане, они проявили огромный уровень ответственности. У нас минимально выросли цены на аренду жилья. Мы знаем разные истории, когда мы говорим, что мы едины, нужно помогать друг другу. Аренда в пять раз вырастает, так чем вы помогаете, вопрос. Минимально они выросли, и, соответственно, все брали участие в этом. Вот даже Новый год прошел, ни одной петарды не было кинуто. Все понимают ситуацию, все в мелочах даже понимают, и все участвуют. Я думаю, это как раз такая составляющая становления новой нации, понимание того, что мы одна большая семья, и жизнь наша и будущее зависит друг от друга. Поэтому все включились и дальше работают. К сожалению, эта дорога жизни закрыта на данный момент. Будем надеяться и ждать деоккупации. Мы готовимся к этому, изучаем опыты Харьковщины, Херсонщины, что нужно делать, в какой последовательности. Готовим материалы, генераторы, пальные, все, что нужно, медикаменты, для того, чтобы очень быстро после военных действий разобновить жизнь на наших оккупированных и потом уже освобожденных территориях. Чтобы люди вернулись домой. Учитывая, что Запорожье – это все-таки колыбель казачества, там знают и как воевать, и как строить мирную жизнь. Спасибо вам большое. Александр Старух, глава Запорожской областной военной администрации, был в нашем эфире.